Семилетний Грэм Шема стал настоящей сенсацией в Уганде. Он уже трижды летал в качестве стажёра на лёгком самолёте Cessna 172, выполняя обязанности второго пилота. «Я хочу стать пилотом и космонавтом. Я изучаю астрономию, потому что мечтаю побывать на Марсе и Луне». Интерес к авиации у Грэма проснулся после небольшого происшествия. В три года мальчик увидел, как над домом его бабушки пролетел полицейский вертолёт и потоком воздуха сорвало крышу. По словам мамы мальчика, после инцидента он стал постоянно спрашивать, как устроены летающие аппараты. В 2019 году она обратилась в авиационную академию. Грэму дали задание на дом. Он пять месяцев изучал устройство авиационных двигателей и теорию полётов. В январе прошлого года его допустили к практике. Сообщения о талантливом мальчике появились на угандийском телевидении и в социальных сетях. Журналисты прозвали его капитаном. «Капитан Шима – выдающийся пилот. Он вдохновит весь мир и всё нынешнее поколение детей». У Грэма есть кумир Илон Маск. Мальчик мечтает слетать со знаменитым миллиардером в космос, а также пожать ему руку. Сейчас юный угандиец продолжает изучать теорию авиации дома и путешествует по космическому пространству с помощью шлема виртуальной реальности. Общее число заболевших COVID-19 в мире 11 января превысило 90 миллионов человек. Страны мира пытаются начать массовую вакцинацию, а также вводят повторные карантинные меры. Между тем, по миру с огромной скоростью распространяется новый штамм COVID. Изначально его обнаружили в Великобритании. Несмотря на то, что многие страны поспешили закрыть свои границы с Туманным Альбионом, новый вариант вируса уже выявили в 30 государствах, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Китай, Японию, Индию, Гонконг, Австралию, США и Канаду. Этот штамм значительно заразнее. Так, треть общего числа в 90 миллионов случаев обнаружили за последние 48 дней. Кроме того, есть свидетельства, что он опасен не только для пожилых, но и для молодых людей, подростков и детей. В Европе уже выявили более 25 миллионов заболевших. Это наиболее пострадавший от эпидемии регион мира. За ним следует Северная Америка, где зарегистрировали более 22 миллионов 400 тысяч заболевших, а затем Южная Америка, где инфицировано более 16 миллионов человек. В целом в мире от COVID-19 умер миллион 940 тысяч человек. Более трети смертей приходится на Европу. Там больше всех пострадала Великобритания, более 80 тысяч смертей и более трёх миллионов случаев. К середине февраля Лондон надеется сделать прививки всем уязвимым группам населения, а каждого взрослого жителя страны хотят привить к осени. В Германии канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились ограничить путешествия в самых пострадавших районах. Во Франции власти ужесточили комендантский час в Марселе, поскольку там обнаружили новый штамм. Соединённые Штаты объявили об антирекорде смертности. За сутки от вируса скончалось 4 тысячи человек. В целом в стране выявили более 22 миллионов случаев. При этом за последнюю неделю регистрировали в среднем по 245 тысяч заболевших в сутки. В Индии число смертей превысило 150 тысяч. По этому показателю страна заняла третье место после Бразилии и США. Дели уже закупили две вакцины. Прививать население начнут с 16 января. В приоритете будут 30 миллионов медиков, а также другие люди на передовой противостоянии вирусу. В Китае о резком увеличении числа случаев заражения объявили провинции Хэбэй, Лианин, Хэйлунцзян, Хэнани-Нинься, а также внутренняя Монголия и Пекин. Несколько регионов переходят на режим военного времени. Вводятся ограничения на то, когда жители могут покидать дома. Закрыты почти все объекты общественного пользования, такие как школы, магазины, стадионы и парки. Россия по общему числу случаев заражения занимает четвёртое место в мире. В стране выявили более 3 миллионов 400 тысяч заболевших. Умерло более 62 тысяч человек. Экстренная остановка нескольких линий метро в столице Мексики привела к коллапсу соблюдения норм социального дистанцирования. Люди уже несколько дней вынуждены пользоваться другими видами общественного транспорта, и он переполнен. «Посмотрите, что происходит. Мы должны соблюдать соцдистанцию. Но посмотрите на автобусы. Очень плохо, потому что из-за остановки поездов никто не соблюдает меры безопасности и рискуешь заразиться коронавирусом». Шесть веток подземки Мехико прекратили работу в субботу из-за пожара на электрической подстанции. При этом один человек погиб, около 30 пострадали. Причиной пожара, скорее всего, была неисправность в трансформаторах. В мексиканской столице живёт более 20 миллионов человек. И примерно четверть из них ежедневно пользуется метро. Этот вид транспорта популярен, поскольку проезд стоит всего 5 песо – это менее 20 рублей. В понедельник местные власти объявили, что на трёх из шести веток движения поездов должны возобновить ко вторнику по местному времени. Социальная сеть Facebook объявила в понедельник, что начинает удалять весь контент, который содержит фразу «Stop the Steel» в преддверии инаугурации президента США 20 января. Это название акций протеста в поддержку Трампа, которые охватили США после выборов. Дословно это переводится как «Остановить воровство». Как заявляет компания Цукерберга, контент с фразой «Stop the Steel» может спровоцировать насилие, подобное тому, которое произошло 6 января в Капитолии. Тогда группа протестующих с флагами за Трампа незаконно ворвалась в здание Конгресса. В итоге погибли протестующие и полицейские, а десятки стражей порядка были ранены. При этом неизвестно, кто спровоцировал акцию штурма Капитолия. Уже подтверждено, что среди тех, кто оказался внутри, был по меньшей мере один член организации Black Lives Matter, которая выступает против Трампа. Также свидетели говорят, что провокации планировала и группировка Антифа. «Сам Трамп писал своим сторонникам, чтобы они соблюдали закон и порядок, а когда началось насилие, призвал их мирно расходиться по домам». Тем не менее, технологические компании начали скоординированную кампанию по блокировке аккаунтов Трампа и видных консервативных деятелей. Твиттер, Инстаграм и Снэпчат заблокировали аккаунты Трампа. Твиттер также удалил один из аккаунтов его предвыборной кампании, в то время как Facebook заблокировал президента как минимум до 20 января. Также в кампании участвуют YouTube, Pinterest и TikTok. Кроме того, Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler из интернет-магазинов, а также отказались размещать её серверы на своих площадках. Эту соцсеть называют консервативным аналогом Твиттера. Целенаправленная модерация кампаний Кремниевой долины вызывает обеспокоенность по поводу первой поправки Конституции, которая гарантирует свободу слова. Так не существует никакой системы сдерживания и противовесов в отношении действий технологических гигантов. Американский союз защиты гражданских свобод уже выразил обеспокоенность в связи с решением Твиттер закрыть аккаунт Трампа. Он сказал, что в будущем эти кампании смогут заставлять молчать любые неугодные голоса. Между тем, демократы в Конгрессе добиваются того, чтобы Дональду Трампу объявили импичмент. Так они хотят, чтобы он больше никогда не смог переизбраться. Изначально, используя как предлог насилия в Капитолии, они требовали от Сената отстранить Трампа от должности с помощью 25-й поправки Конституции. После того, как республиканцы отказались это делать, несколько демократов представили документы для импичмента президента в Нижней палате. Голосование должно пройти в ближайшие дни. Зоопарки Саяджи-Баук в индийском городе Вадодера отмечают день рождения бегемота по кличке Мангал. Детёнуше исполнилось два года. При этом в зоопарке – двойной праздник. «Так получилось, что даты появления на свет бегемота и открытия зоопарка совпали. Поэтому мы празднуем день рождения бегемота, угощая его десертом – ладду». Празднованию присоединилась и мама бегемота Димпи. Угощают питомцев не только смотрители, но и гости зоопарка. Ладду готовят из нутовой муки и топлёного масла. В тесто добавляют орехи, кокосовую стружку, корицу и кардамон. Зоопарк Саяджи-Баук открылся 141 год назад. Участок под него выбрал махараджа Сайджирао Гаеква III. Он также подарил зоопарку своих питомцев, привезённых из разных уголков Индии и из других стран. Сейчас в Саяджи-Баук содержат 160 видов животных. У синтаистского храма в Токио 12 смельчаков разогреваются, прежде чем окунуться в холодную воду. Такой ритуал очищения души и оздоровления тела проходит здесь ежегодно. Температура воздуха чуть выше плюс 5 градусов. В бассейне с водой лежат ледяные глыбы. Мужчины и женщины погружаются в воду по грудь, а кто-то и по плечи. «Я молился о том, чтобы эпидемия коронавируса как можно скорее закончилась. Также я молился о возвращении нормальной повседневной жизни». Обычно ритуал совершают примерно 100 человек. В этом году из-за пандемии участников меньше, а зрителей нет. «Обычно в бассейн погружается больше людей, поэтому вода немного согревается. Но в этом году нас всего 12, поэтому было очень холодно». Ритуал проходит ежегодно в середине января. Его провели уже 66 раз. Пекарня в немецком городе Дортмунд делает торт в виде шприца с вакциной от коронавируса. Как раз сейчас во многих странах идёт вакцинация населения. Однако привиться спешат далеко не все из-за недоверия к новым препаратам. «Сначала мы побаивались, что это будет слишком мрачно. Но потом всё-таки решили так сделать. Ведь даже для противников вакцины эти торты забавные, от них не будет побочных эффектов. И вполне можно вернуться за вторым тортом, потому что он очень вкусный». В этой кондитерской уже не первый раз разрабатывают для изделий дизайн, связанный с пандемией. В марте здесь продавали торты в виде рулона в туалетной бумаге. «Идею со шприцем подал наш знакомый. А дизайн в виде рулона бумаги создали после разговоров с покупателями». Весной творческий подход к работе помог кондитерской увеличить продажи, упавшие во время карантина. Сейчас пекари тоже надеются на успех. В лаборатории Национального музея древнего искусства Палаццо Барберини в Риме реставратор с помощью ватной палочки аккуратно вытирает пыль и грязь с картины кормилица, написанной маслом Бартоломо Эстабано Мурилья примерно в 1675 году. «Здесь мы приближаемся к исходному цвету. Безусловно, видим его сейчас без лака, поэтому он не такой насыщенный и кажется немного тусклым. Когда реставрация будет завершена, яркость цвета будет раскрыта ещё больше». В другой части лаборатории реставраторы в белых халатах устраняют трещину на деревянном холсте масляной картины итальянского художника XV века Джиролама Дженге. Также работают над сложной золотой рамой. Команда из девяти реставраторов решила воспользоваться затишьем во время нового карантина. Несколькими этажами выше реставрационной лаборатории директор музея бродит по пустым коридорам. Она рассматривает шедевры Рафаэля, Караваджо, Гвида Ренни, Пьера де Козима и Тинторетта. Говорит, что пустые залы без посетителей вызывают у неё чувство меланхолии. «Мы здесь для людей. Музеи существуют, потому что есть посетители. Без посетителей их существование не имеет смысла».